Восьмиклассники школ города активно готовятся к очередному этапу проекта «Во славу Отечества». Впервые он пройдет заочно. Уже на этой неделе команды представят макеты городов-героев и городов воинской славы. Среди них и ребята из первой школы, которые ежегодно становятся лидерами проекта. Подробности в следующем сюжете. Макет, над которым трудится 8-й А, почти готов. Остались последние штрихи. Установить обгоревшие деревья у взрывных воронок да закрепить танк по имени Бесстрашный. По жеребьевке ребятам выпал город-герой Минск. Какое именно ключевое событие ляжет в основу макета, решали всем классом. Пересмотрели военные фильмы, черно-белые фото, обращались к историческим фактам, остановились на Минской наступательной операции 29 июня 1944 года. Мы читали мемуары с ребятами, там, где вспоминают солдаты, как стремительно, как даже немцы, даже не сдавались уже просто в плен, уже не предпринимая попыток защищаться. Потому что, ну, видимо, такой дух был уже и солдатов, и советских солдатов, что своим духом уже сломили сопротивление обороняющихся. Над макетом работали всем классом. Не обошлось и без помощи родителей. Чтобы уложиться в срок, использовали каждую свободную минуту. Каждый день после уроков мы приходили в седьмой кабинет, и там распределяли роли, собирали нужные материалы и просто делали, распределив роли, свою работу. То есть кто-то что-то клеил, кто-то приносил материалы дополнительные. Мы что-то убирали, что-то дополняли, и в итоге получился очень хороший и качественный макет. Видишь, тут как раз у нас черное, если вот сюда его сделать? Нет. Над проектом трудится и 8-й Бэа. Готовит макет холмских ворот Брестской крепости. Большая часть работы уже позади, хотя замысел воплотить в жизнь оказалось нелегко. Некоторые детали приходилось переделывать на ходу, чтобы работа получилась максимально аутентичной. Чтобы выполнить макет, в ход шли строительные и подручные материалы. За основу мы взяли фанеру. Сама Брестская крепость сделана из картона и алебастры. Рельеф сделан из алебастры и папье-маше. Ребята участвуют в проекте в непростое время. Нередко классы уходили на удаленку. А сейчас, когда времени до презентации макетов осталось совсем немного, проблем добавляют крепкие морозы. Но восьмиклассники не опускают руки. Переписываются в социальных сетях и мессенджерах. Общаются в зуме, обсуждают, спорят, обмениваются информацией. Дома выполняют мелкие детали. И как только собираются все вместе, доводят начатое до конца. Доказав, что даже в условиях ограничений могут работать командой. Уверенности восьмиклассникам добавляет поддержка всей школы. В нашей школе созданы все условия для того, чтобы классные руководители вместе с учениками почувствовали команду не только своего класса, но и команду всей школы. Начиная от директора, который является консультантом во многих вопросах. Заканчивая даже учителем технологии, который мы привлекаем сюда и детскую школу искусств, и детскую художественную школу. То есть практически команда вокруг классной команды формируется. И такой творческий коллектив. Впервые оценивать участников этого этапа конкурса придется заочно. Видео и фотоматериалы работы над макетом, а также видеопрезентацию уже на этой неделе команды отправят на суть жюри. И как только станут известны результаты, восьмиклассники начнут готовиться к следующему этапу. Проект «Во славу Отечества» продолжается. Юлия Лучникова, Татьяна Бойко, Сергей Лукович. Новости Муравленко.